Руины исторического наследия. В Черкасской области рассыпается старинная усадьба поместья Энгельгарта. Именно в этих местах прошло детство Тараса Шевченко. Все началось в 2013-м с многомиллионной реконструкции дома и прилегающей территории, которую к юбилею Кобзаря затеяли тогдашние областные власти. Чем все закончилось и во что вложили деньги, разбирался Станислав Кухарчук. В кроне этого столетнего дуба маленький Шевченко, служа у пана Энгельгарта Казачком, недалеко его резиденция, прятал свои детские рисунки. К 200-летию великого Кобзаря областные власти здесь намеревались создать целый мемориальный комплекс. Спустя 4 года территория усадьбы в запустении понемногу разворовывается, ведь здесь нет даже элементарной охраны. Работы по реконструкции усадьбы начались летом 2013 года с огромным для того времени бюджетом. 17 миллионов гривен. До этого в доме Энгельгартов находилась сельская школа. Тогдашние областные власти спешили закончить реконструкцию к юбилею Кобзаря. Но проект свернули намного раньше, в ноябре. Владимир подрабатывал на той грандиозной стройке. Говорит, до осени платили исправно по 100 гривен в день. А ближе к зиме финансирование прекратилось. Моя думка такая, что лучше бы его было не засыпать, как так строить. Он бы еще выстоял бы свое, и еще не 100 лет, может и не одних. А теперь сейчас там ничего нет. Там увалили бетон усики, там такое поробили. Чуть меньше, чем за полгода подрядчик успел частично перекрыть крышу, выложить дорожки, заменить окна и отреставрировать фасад. Хотя сейчас в усадьбе мало что об этом напоминает. Ему наложила земля, так и покрыл, ему наложила и родина Шевченко. Это одна из многочисленных экскурсий в национальном заповеднике Батькевщина Тараса Шевченко. В него входят два села Шевченково и Моринцы. Будущее же с усадьбы Энгельгарта для туристов закрыто. Исторический памятник даже не стоит на балансе заповедника, уверяет директор. Резиденцию должны были официально передать сразу же после реконструкции. А до ее завершения администрация не может там даже выставить охрану. Мы переживаем за то, чтобы эта отбудовка, эта реконструкция стала какомога швидше, чтобы мы могли полностью работать, полностью людям рассказать, как про Тараса Шевченко и в данном случае про родину Энгельгарта. Официально за исторический недострой сейчас отвечает бывшее областное управление капитального строительства. Чиновники заявляют, денег на охрану объекта у них не хватает, как и на завершение реконструкции. Выделено было 17 миллионов, освоено 7. Потому что, ну, кошты, как в конце года, и, то есть, недофинансовано оно было на той час, на 13-й рік, на 10 миллионов. Что сделано, вы видите. Ну, мы видим руины. Руины. Но вот прокуратура иного мнения. По факту расхищения бюджетных денег во время реконструкции усадьбы Энгельгарта открыто уголовное производство. Правда, официально что-либо комментировать по делу следователи отказались. У директора фирмы-подрядчика от таких новостей просто волосы дыбом. Говорит, сами едва в трубу не вылетели. Пока прокуратура выясняет, были ли украдены деньги, продолжать реконструкцию усадьбы, похоже, не собираются. Хотя областные чиновники уже договариваются с Минкультом о выделении средств на завершение работ. Просят уже почти 30 миллионов гривен. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.